Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно, по традиции, мы начинаем видеообзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 23 мая и киевское время 19 часов. И начать сегодняшний видеообзор хочется с приятной новости. Сегодня день морской пехоты вооруженных сил Украины. Нету, слава богу, у нас не противодесантных операций мы не проводили. Была попытка высадиться на нашем побережье. Но я думаю, что у нашей морской пехоты еще будет возможность проявить себя не только в боях сухопутных, как они сегодня сражаются в составе вооруженных сил, но и еще и в морских десантных операциях, когда вопрос станет освобождение полуострова Украинского Крыма. Ну а как шутят военные, пехота бывает морская, крылатая и обычная. Поэтому еще раз я поздравляю нашу морскую пехоту с их профессиональным праздником и желаю, чтобы они все были здоровые и живые, и вернулись домой с победой, со щитом. Вот такое вот. Ну а оперативная обстановка за прошедшие сутки сложилась следующим образом. Сегодня ночью враг задействовал для ударов по территории Украины 4 беспилотника типа Шахет-136, которые Иран продолжает поставлять Российской Федерации с различных направлений, но они все были сбиты силами противовоздушной обороны Украины. За прошедшие сутки противник нанес 20 ракетных ударов по городам Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. Применил крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты «Скандер-М» и зенитные управляемые ракеты С-300. Кроме того, нанес 48 авиационных ударов, применив иранские ударные беспилотники типа «Шахет». Это цифры, не путайте, это цифры с учетом 22 мая. Поэтому мы за прошедшие сутки с вами оперативную обстановку отслеживаем. Но включаем и ночь сегодняшнего дня. Также совершил противник около 90 огневых ударов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть раненые среди мирного населения, повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома, детский сад и другая гражданская инфраструктура. Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается довольно высокой. Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На этих направлениях произошло более 30 боевых столкновений за прошедшие сутки. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. Здесь идут самые ожесточенные бои. По оперативным направлениям. На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки нанес авиационные удары по Черниговщине. Совершил минометные артиллерийские обстрелы по всем трем областям, граничащим с Российской Федерацией. То есть в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Купенское и Лиманское направления. Здесь самая тяжелая ситуация у населенного пункта Масютовка. Из подразделения Шторм-Зет. Вчера я вам рассказывал, это штурмовые роты, которые они сформировали. И продолжают их подготовку и кидать на различные участки фронта. Так вот, это подразделение Шторм-Зет продолжает давление на силы обороны. С целью улучшения тактического положения. За прошедшие сутки линия фронта не изменилась. Все атаки, даже вот этих суперподразделений российских, отражены нашими войсками. Бахмутское направление. Здесь враг продолжает вести наступательные действия. Бои за город продолжаются на юго-западной окраине Бахмута. Основные бои на этом направлении идут на флангах города. Мы продолжаем продвижение. Особенно успешно у нас получается на южном фланге. То есть, юго-западная, как раз южная окраина Бахмута. Авдейское и Марьинское направления. Здесь тоже появилось вот это подразделение Шторм-Зет. Вот эта рота штурмовая, которая прикрывает зеки. Ну, с ними произошел довольно хороший, или для нас приятный, для них не очень конфуз. Дело в том, что они попытались возобновить наступательные действия в районе Первомайского. И получилось так, что наши войска не просто отбили атаку, а еще и отбивая атаку в меньшинстве, 7 наших военнослужащих взяли в плен 22 вот этих спецназовца-штурмовика из роты Шторм-Зет. В результате еще умелых действий наших военных не только удалось вывести, но еще и спровоцировали огонь российской артиллерии. В результате российская артиллерия friendly fire, то есть дружественным огнем, разнесла остатки этой роты в дребезги, в том числе и уничтожила их бронетехнику. Вот так вот, кто не сдался в плен нашим военным, тот погиб от огня собственной артиллерии, вместе с броней, которую разнесла российская артиллерия. Даже вот такие казусы бывают у российских войск на нашей территории, благодаря опытным действиям наших военных. Сегодня снова были попытки штурмовать район между Первомайским и Водяным, но по предварительным данным и эта попытка потерпела неудачу. Ну вот отмечается, кстати, на этом направлении Первомайское и Водяное, здесь, на этом участке, точнее, оперативного направления, здесь за последнюю только неделю противник потерял в этом районе больше 20 единиц бронетехники. Это танки, БМП и бронетранспортеры. Шахтерское направление. Здесь противник наступательных действий не проводил, наносил авиационные удары и совершал артиллерийские обстрелы. Мы ввели артиллерийские дуэли и ввели позиционные бои, перестрелки с противником. Заворожское направление с Херсонским вместе. Тут противник продолжает вести оборонительные действия. В течение этих суток наносил авиационные удары, совершал обстрелы населенных пунктов вдоль всей линии боевого соприкосновения и вдоль реки Днепр на Херсонском направлении. Далее. Авиация сил обороны вооруженных сил Украины за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. А также по двум зенитно-ракетным комплексам врага. Наши защитники, воздушные силы, за прошедшие сутки уничтожили 4 крылатых ракеты воздушного базирования, российский ударный вертолет Ми-24, 23 ударных дрона, 19 вражеских беспилотников различного уровня, в основном оперативно-тактического. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники врага, 4 склада боеприпасов, 11 артиллерийских средств радиолокационных станций, то есть арт-разведка уничтожалась, и 3 станции радиоэлектронной борьбы российских оккупантов. Всего за прошедшие сутки противник понес потери в личном составе порядка 480 военнослужащих, уничтожено 4 танка, 12 боевых бронированных машин и 40 артиллерийских систем. Кроме того, враг потерял 1 вертолет Ми-24, 34 беспилотника, 10 автомобилей и 6 единиц специальной техники. Вот такие потери понес противник за прошедшие сутки. И вообще вот такие военные действия произошли за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях, а также на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну и немножко поговорим с вами о военно-политической обстановке, которая происходит в мире и в нашей стране. И начать хочу, наверное, с заявления Виктора Орбана, который премьер-министр Венгрии и по совместительству, очевидно, сотрудника администрации Путина. Почему? Потому что он продолжает нести этот нарратив. Видимо, Путин просто умоляет о переговорах. И заявление венгерского премьера звучит следующим образом. Он еще раз заявил, что Украина не может победить в этой войне. И что эта война окончится прямой договоренностью в Вашингтоне и Москве. То есть на дипломатическом языке Орбан передает, видимо, просьбу Путина о том, что он готов к переговорам с Вашингтоном. Ну, я так понимаю, что Вашингтон не готов теперь к переговорам с Москвой. А, видимо, ситуация критическая. Еще, если учесть, мы сегодня поговорим с Вами о событиях в Белгородской области более подробно и более детально. Поэтому я абсолютно не удивлен очередному заявлению Виктора Орбана. Причем, я напомню, что вчера Венгрия голосует в составе НАТО единогласно. Там же никто не отменил принцип один за всех, все за одного. Либо все за, либо все против. Нет у них ни плюрализма мнений, ни демократического большинства. Нет, и Орбан голосовал за признание России страной-агрессором, за признание политики Путина геноцидом украинского народа и, соответственно, признание путинского режима идеологией расшизма. То есть, российский фашизм. Он за это проголосовал. А сегодня он уже заявляет о том, что Украина никогда не победит и что только переговоры Путина и Байдена, ну, Москвы и Вашингтона, скажем так, размазаны и размыты. Так что вот такая вот политика двойных стандартов. Как-то надо определяться венгерскому премьеру. Он или с Москвой, или с Брюсселем, или с кем. Ну да ладно, оставим их размышлять, где же они находятся, на каком свете и в каком положении. А у нас есть заявление президента Польши, Анжиа Дуды, которое говорит о том, что работа над соглашением о безопасности Украине от западных стран-партнеров идет полным ходом. И Дуда заявил, что в настоящий момент ведутся переговоры по соглашению о безопасности, которая укрепит Украину, предоставив ей приоритетный доступ к западному оружию и военным технологиям, заявил президент Польши, Анжи Дуда. А вот Wall Street Journal говорит, что речь идет об израильском сценарии, что обезопасит Украину от нападения Москвы и позволит присоединиться к НАТО. Мы предполагали, что один из вариантов окончания войны это может быть израильский сценарий. То есть мы выходим на границу 1991 года, но Федерация продолжает вести огневое воздействие по нашей территории. Естественно, нам нужно будет оружие, технологии для того, чтобы защитить себя. Естественно, нам надо будет делать буферную зону, о чем говорили и наши разведчики, буферную зону на территории Российской Федерации. Кстати, об этом мы тоже сегодня поговорим. Заговорили, только наши враги заговорили о буферной зоне. И они правильно понимают эту ситуацию в отношении буферной зоны. То есть они на правильном пути. Или, как говорил Ленин, верной дорогой идете товарищи. Так вот, московиты идут верной дорогой в плане буферной зоны. Так что вот такой вот вариант не исключается. И, соответственно, это соглашение будет предусматривать предоставление нам технологий, современных технологий для защиты нашего государства. Ну и, естественно, вступление в НАТО. Гарантии вступления в НАТО должны быть прописаны в этом соглашении. Причем это не так, как не повтор Будапештского меморандума. Сразу говорю, это будет ратифицироваться парламентами. И это первое, и второе. То есть это будет иметь силу договора. И там будут прописаны обязательства сторон. Ну, а в это же время, когда, видите, когда фактически большая часть цивилизованного мира, которая поддерживает Украину, а я напомню, что антироссийская коалиция составляет больше 50 стран, и в основном это выражается в заседаниях в формате Рамштайн, которое, кстати, напомню, на этой неделе состоится очередное. В это же время Китай начинает создавать свой военный альянс и давать гарантии безопасности тем странам, с которыми он собирается сотрудничать. Так вот, Китай предложил военный альянс Казахстану. И, соответственно, гарантии безопасности тоже предложены Казахстану. А Россию не пригласили. И главный союзник Российской Федерации решил, что им лучше побыть пока без России. И, кстати, когда-то Российская Федерация посмеивала, что Украину не берут в НАТО. Были такие заявления, что куда вы там собрались. Это еще, по-моему, в 2008 году звучало. Ну, а теперь, вот видите, и Россию никуда не берут. Осталась Россия одна. Очень хороший мем в интернете, где Путин сидит один за столом. И написано, что проводит форум G1 в Москве. Вот примерно так сегодня. Видите, Казахстан. Я думаю, что Казахстан согласится на альянс, на военный альянс с Китаем. И для них это будет наилучший выбор. Тем более, что вчера появилась информация о новом шелковом пути. Это железнодорожный путь, который пройдет из Китая в Европу. Но он пройдет мимо территории Российской Федерации. Вот такую вот программу разработал Китай и предложил азиатским странам, а вплоть до Турции совместный проект постройки мощной в плане пропускной способности железной дороги для поставки товаров из Азии в Европу и из Европы в Азию. То есть он будет работать двусторонним, но без Российской Федерации. Железная дорога нигде не будет пересекать российскую границу. Олаф Шольц тоже добавил свою лепту в продвижение Украины на европейском континенте. И он сказал, что Украина вступит в Европейский Союз после окончания войны, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Горькая глава в истории нашего континента закончится тем, что свободная Украина вступит в Европейский Союз как полноправный член», заявил Шольц. Вот такое вот заявление. То есть то, что переговоры о вступлении начнутся в этом году, уже ни у кого сомнений или вопросов не вызывает. Я так понимаю, что в этом году мы начнем переговорный процесс, ну а сразу после окончания войны будет поднят вопрос о приеме нас в Европейский Союз. Из Молдовы прозвучала очень интересная Майя Санду. Последнее время высказывает очень проевропейские взгляды и проводит действительно проевропейскую политику. Ну, вы знаете, да, инцидент на митинге, который она проводила в Кишиневе в поддержку проевропейской интеграции Молдовы, прозвучал девиз «Слава Украине, героям слава» из ее уст непосредственно. Ну и вот сейчас ей задали вопрос по поводу, будет ли арестован Путин, если его нога ступит на территорию Молдовы. И на что Майя Санду сказала, что мы подписали соглашение о уголовном суде и будем уважать его решение. То есть, если Путин приедет в Молдову, он будет арестован согласно ордера Международного уголовного суда. Это очень смелое, как для Молдовы, я бы сказал, это довольно смелое прогрессивное заявление. Ну, очень интересный момент – Португалия. Ну, они иногда радуют, причем даже радуют, наверное, вызывая даже улыбку. Вспомните, как Португалия вела себя, когда мы создавали танковую коалицию. Они сначала сказали, что танки мы никому передавать не будем. У нас их мало, по-моему, там три или четыре было заявлено. Потом, когда коалиция сформировалась, Португалия вдруг, неожиданно, к ней присоединилась и передала нам все танки, которые у нее имелись в пользу Украины. А их там было, еще раз говорю, там три или четыре. То есть, ну, очень мало. И вот сейчас Португалия опять отличилась, и она оказалась впереди планеты всей. Не успели мы еще, ну, вот коалиция истребительная только сформировалась. Мы ждем сейчас, ожидаем заседания, ну, может быть, это будет в формате Рамштайн, может быть, это будет другой какой-то формат только этой коалиции, только тех стран, которые присоединились к истребительной коалиции, в плане того, что кто, сколько и когда поставит самолетов в Украине. Там речь идет, я вам говорил, что не только об F-16, могут быть и F-18, только не палубный вариант, а обычные F-18, могут быть F-15, какие угодно. Так вот, Португалия. Министр иностранных дел Португалии заявил, что Португалия готова помогать вооруженным силам Украины с запчастями для самолетов F-16. То есть мы еще пока в самолеты как бы не ощутили, пока еще, ну, как синицы в руках нет, пока еще журавли в небе, но, тем не менее, уже запчасти к нашим журавлям или к нашим синицам фактически есть кому поставлять. Так что вот такое довольно интересное заявление. Государственная Дума сегодня должна проголосовать за то, чтобы выставить счет Польши. Ну, в Москве, конечно, там, я так понимаю, дна нету, пробивать там нечего. В Федерации решили выставить счет Польши за освобождение Польши от нацистов в годы Второй мировой войны. Значит, посчитали они репарацией для Польши в объеме 750 миллиардов долларов. Россия хочет выставить счет Польши. Об этом заявил глава Государственной Думы России, некий Володин. И он сказал, что после Второй мировой войны советский народ эту сумму израсходовал на восстановление и развитие Польши. А районы страны с развитой инфраструктурой, промышленными предприятиями, также богатые природными ресурсами, это все благодаря Российской Федерации. Ну, во-первых, не Российской Федерации, а Советскому Союзу. Это раз. Второе, ну, тут нашлись здравомыслящие люди и сказали, что Российская Федерация не хочет оплатить Польше убытки, нанесенные походом Красной Армии в 1939 году на Польшу совместно с фашистской Германией. Это первое. И второе, за более чем 50-летнее пребывание советских войск на территории Польши. Не хочет Российская Федерация оплатить издержки или убытки, нанесенные вот этими двумя вещами. Особенно походом в 1939 году, когда Сталин совершил совместно с фашистской Германией, воюя в едином, воюя в качестве союзников, произвели вооруженное нападение и раздел Польши. Так что, видите, как однобока Российская Федерация преподносит историю. Наша песня «Гарна нова», «Починаем мы из нова». Я имею в виду нынешний совет, точнее, Организацию Объединенных Наций. Уже, наверное, больше 20 лет звучат призывы о том, что ООН надо реформировать, что ООН не отвечает вызовам сегодняшнего дня. Мы очень долго ведутся такие разговоры. Последний такой всплеск был, наверное, где-то лет уже, наверное, больше 10 назад, что надо реформировать ООН. И вот опять Пан Гутерриш, генеральный секретарь ООН, заговорил, что надо проводить реформы. Генсек ООН убежден, что совбез организаций и брентенвудская система, созданная в середине прошлого века, безнадежно устарели и утратили эффективность. Следовательно, они нуждаются в реформировании в соответствии с реалием современного мира. Так что глобальная финансовая архитектура устаревшая, дисфункциональная и несправедливая. Столкнувшись с экономическими кризисами из-за пандемии COVID-19 и вторжения России в Украину, она не смогла выполнить свою главную функцию глобальной сети безопасности, заявил генеральный секретарь ООН. Ну, вы знаете, скажу так, что, конечно, вызывает уже столько попыток реформировать ООН, вызывает уже, наверное, больше саркастическую улыбку. Но, дай бог, очень в глубине души, очень надеюсь, что вагончик тронется и поедет, что его толкнули все-таки, толкнут все-таки с горки и начнут реформирование ООН и перестройку, действительно, брентенвудскую систему надо менять. То есть, то, о чем многократно говорили, что надо менять систему мироустройства и особенно систему международной безопасности, может быть, это и произойдет. Ну, а теперь немножко отдельным разделом хочу поговорить о событиях, которые происходят в Белгородской области. Я вчера рассказывал, сегодня немножко картина прояснилась в плане того, что уже можно делать какие-то первичные выводы. Так вот, начать я бы хотел, наверное, с истории. И это вот то, что я говорю, что в этих событиях в Белгородской области больше политики, чем войны. Война там не настолько масштабная, хотя тоже идут боевые столкновения, гибнут люди, но тем не менее политическая составляющая этих событий намного сильнее, намного мощнее. Фактически впервые с июля 1944 года на территории бывшего Советского Союза появилась бронетехника и начались боевые столкновения русских с русскими. Безусловно, это историческое событие, просто историческое событие, что война пришла на территорию Российской Федерации. Ну, я не говорю Советского Союза, потому что Россия напала на Украину еще в 2014 году, на Грузию в 2008 году, а на Молдову, это все территория бывшего Советского Союза, на Молдову Россия напала еще в 1992 году. Так что, но в том, что на территории Российской Федерации с 1944 года это впервые. Ну, видимо, не последний. Как говорят, с почином надо поздравить. Что кто посеет ветер, тот пожнет бурю. И война пришла на территорию Российской Федерации. Прорыв под Белгородом застал Кремль врасплох. И, в принципе, разорвал информационное пространство. Об этом сообщают аналитики Американского института изучения войны. Действительно, события показывают, что Россия не готова воевать на собственной территории. Абсолютно не готова. У пограничников бронетехника стоит в боксах, не на боевых порядках. Они сидят, извините за выражение, ковыряются пальцем в носу, но не несут боевое дежурство. Линии обороны, которые построены на грунте и носят формализованный характер. На них нет личного состава, нет огневых точек и блокпостов нет. Ничего не организовывал. Блоки все стоят на обочине, зубы дракона стоят на обочине. Даже если они там есть, они не выполняют своей функции. Никакой. От слова совсем. Аналитики института отмечают, что первая линия российских оборонных укреплений проходит в двух километрах от населенного пункта горы Подола. Они предполагают, что силы российского добровольческого корпуса смогли ее преодолеть. Это свидетельствует о слабости укреплений и неукомплектованности профессиональным личным составом. Причем такое резкое продвижение и короткие боевые столкновения, которые приносят победу вот этим двум образованиям «Легион, свободная Россия» и российский добровольческий корпус, они, я так понимаю, действуют совместно, вызвало панику и замешательство не только среди местного населения, которое начало повально эвакуироваться как с приграничных населенных пунктов, так и с самого Белгорода. Это вызвало панику и в российском руководстве, причем в высшем руководстве. Потому что там, недалеко от Белгорода, находится объект, называемый Белгород-22. Это недалеко от населенного пункта Грайворон. Кстати, да, я вчера оговорился, Гайворон – это наш населенный пункт, Украина, а вот Грайворон – это уже Белгородская область. Так вот, из этого объекта Белгород-22 – это хранилище ядерных боеприпасов. Там в основном артиллерийские боеприпасы хранятся. Это выстрелы к пионам, 203-мм пушка-галбица, и к 240-мм минометам. Так вот, его начали в экстренном порядке, начали вывозить. То есть Россия даже выше. А такой приказ мог дать только Генеральный штаб Вооруженных сил Министерства обороны Российской Федерации. Ниже никто не имеет права, это склады центрального подчинения или хранилища центрального подчинения. А это говорит о том, что Генеральный штаб Российской Федерации не уверен в том, что эти склады можно надежно оборонять. Поэтому они решили, предпочли их экстренную эвакуацию этих выстрелов провести. Это, кстати, не совсем хорошо в том плане, что пока они там находились, эти склады верифицированы. То есть согласно договору, из которого вышла уже и Россия, и Соединенные Штаты, или который прекратил уже даже свое существование об ограничении или недоспространении ядерного оружия, тогда проводилась верификация, все понимали, в том числе и на Западе, сколько и каких зарядов там хранится. Сейчас в ходе, а тем более, экстренной эвакуации, куда будут перемещены заряды и сколько их будет перемещено, я так понимаю, для этого теперь понадобится время западным разведкам, чтобы действительно изучить эту ситуацию или отследить эту ситуацию. Ну и слова института подтверждают военнослужащие Легиона Свобода России. Они говорят, что резервов у Российской Федерации для реагирования на военные кризисы нет. Все военнослужащие находятся в Украине. А те, кто находятся в России, они либо ранены, либо убиты. Ну, либо они в самом лучшем случае, они мобилизованы на полигонах, в центрах подготовки. И это, кстати, опять же, подтверждение этих слов, вот заявление Легиона Свобода России. Они, кстати, получили подкрепление сегодня с утра, самая свежая информация. И к ним подъехало, откуда не уточняется. Я так понимаю, я не исключаю, что подкрепление может быть со стороны уже Российской Федерации. Наверняка есть и политические силы, и олигархи, и силовики, которые их поддержат. Иначе бы эта операция не начиналась бы, если бы не было поддержки изнутри Российской Федерации. Ну и что нечем боевать, нечем защищать. Россия, спасая сейчас ситуацию, вытягивает спецназ. Вот там вертолеты, они перебросили туда несколько подразделений спецназа Главного разведуправления Министерства обороны России. Вот этот спецназ пытается там держать оборону. Но это не пехота, они не умеют воевать в окопной войне. Насколько их хватит, непонятно. И вот уже из Генерального штаба Российской Федерации есть информация о том, что там собираются снять с фронта третью мотострелковую дивизию 20-й общевойсковой армии. И эта дивизия находится на Луганском направлении. И вот эту дивизию собираются перебросить в Белгородскую область. То есть Россия, видите, в каком положении оказалась Российская Федерация. А войска-то нет. И теперь для того, чтобы защитить свою территорию, надо снимать с оккупированных территорий те части, которые способны решить эту задачу. Ну и вишенкой на торте сегодняшнего военно-политического блока будет риторика, которую начали вести сегодня с утра российские пропагандисты. Они начали вещать в эфире о том, что так готовить, точнее российское население морально готовит к тому, что вдоль украинской границы на территории России будет создаваться буферная зона демилитаризации, в которой не будет ни оружия, ни военных. И, ну какая она будет, трудно сказать, но тем не менее. Один, вот российские пропагандисты начали говорить, что так как мы не создали буферную зону на стороне противника, то есть на нашей стороне, да, нужно тогда создавать ее внутри страны. Ничего нет такого плохого. Так что они на верной дороге идете, товарищи. То, о чем я и говорил. Они готовят население к тому, что вдоль границы будет создаваться буферная зона демилитаризации, в которой не будет ни военных, ни никаких видов вооружений. Наконец-то начинают пробиваться какие-то первые ростки сознания в Российской Федерации. Ну что ж, готовьте население к буферной зоне, готовьте к тому, что Россия будет осуждена за те военные преступления, за тот геноцид, который она творит в Украине. Ну а мы с вами на этом военно-политический блок закончим. Первый раздел нашего видеообзора тоже закончим. Я по традиции сделаю паузу. У вас есть время, я как всегда напоминаю, кто не подписан на мой канал, подпишитесь. Кто смотрит это видео, поставьте ему лайк, тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну и не забывайте, что писать комментарии и задавать вопросы надо только под видео на моем авторском канале. На других ресурсах я не читаю комментарии и не отвечаю на вопросы. Ну а через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы задали к предыдущему видео. И первым вопросом сегодняшнего дня, сегодняшнего видеообзора будет следующий. Пояснить нам механизм работы антидроновых пушек. Чи такие они эффективны у використании? Зараз можно побачить и багато сборев в соцмережах на антидронову пушку. Дякую за информацию. Смотрите, антидроновые ружья или пушки, как хотите, ружья в основном их называют, так больше. Это высокочастотный излучатель. Это что-то такое, далекий прообраз энергетического вооружения. Он посылает либо импульс высокочастотный, либо пучок импульсов, то есть пульсирующий, которые выводят из строя электронику дрона. Как правило, дрон либо глохнет и падает, имеется в виду слепнет, слепнет, глохнет, теряет связь с оператором и падает. Либо это в лучшем случае, в худшем случае у дрона просто перегорает бортовая плата. И, соответственно, что вызывает его падение. Дальность у них небольшая, несколько сотен метров, но эффективность в принципе достаточная. Узконаправленный пучок или импульс высокочастотный, который помогает сбивать дроны. Вот такой принцип работы антидроновых ружей. Для наших бойцов это очень хорошая штука. Почему? Потому что попасть из стрелкового оружия в дрон, это очень тяжело. Должен быть, плотность пуль должна быть довольно высокая для того, чтобы в него попасть и повредить. Как правило, дроны есть и очень маленькие. Но при этом они могут нести воги или корректировать, допустим, огонь артиллерии, или корректировать передвижение вражеской штурмовой пехоты, которая может в этот момент использовать дрон в качестве своих глаз при атаке наших позиций. А вот такое антидроновое ружье решает вопрос жизни этого дрона в считанные секунды. Главное навести и нажать на пуск. Если он попадает в зону луча, ему гоплык этому дрону. Все, на этом его жизнь закончилась. Олег Владимирович, поясните, пожалуйста, один момент. Украина обязалась не использовать F-16 для ударов по территории РФ. А если F-16 собьет российский самолет на территории Российской Федерации? Ну, к примеру, летит себе самолет для сброса управляемой авиабомбы со своей территории, по территории Украины. А доблестный F-16 взял и сбил его. Будет ли это считаться ударом по территории России? Ну и тот комментарий. Давайте не будем наивными. Украина будет использовать F-16 по военным целям где угодно. И партнеры это прекрасно понимают. Да, публично скажут, что нет. Но когда случится, разведут руки и скажут, а чего вы ожидали, развязав войну. Красные линии России были пересечены без последствий за последние 15 месяцев. С самолетами будет то же самое. Ну, в принципе, оптимистичный комментарий. Но скажу так, официально, да, мы взяли на себя обязательства. Как сказал Джо Байден, что наш президент пообещал не применять западное вооружение по территории России. Но сбитие самолета в российском воздушном пространстве, это абсолютно легитимная цель. И это даже не нападение, не удары по российской территории. Это самооборона. Он летит сбрасывать бомбу на нашу территорию. Он летит бомбить территорию Украины. Поэтому мы в рамках самообороны, мы имеем защиту своего государства, своего населения. Мы имеем полное право предотвратить. Как предотвратить? Может, путем сбития самолета. Так что никаких проблем в том, что, допустим, F-16 будут сбивать российские самолеты на подлете к нашему воздушному пространству, когда они намеревают, или когда они выходят на рубеж пуска в ракет. Абсолютно, я думаю, что будет абсолютно нормально. Ну, а с ударами по земле на пока есть обязательства, а дальше бой покажут. Как на любой войне. Вопрос из Израиля. Как на данный момент строится офицерский состав вооруженных сил Украины? В военных училищах или состава военнослужащих? Выбираются подходящие кандидаты и отправляются на офицерские курсы? Слава Украине! И то, другое, еще и третье. Используются офицеры запаса. Училища работают. У них ускоренная программа выпуска офицеров. Отсюда пополняется три составляющие. Училище, офицеры запаса, которых призывают и назначают на должности. И третье, это сейчас уже даже законодательно вносят изменения, чтобы можно было назначать из числа лидеров коллектива или людей, проявивших соответствующие морально-деловые качества по управлению личным составом. Можно назначать на сержантские должности и офицерские должности с последующим присвоением звания. Но вот, что первично, отправка на курсы и назначение, либо назначение, а уже постфактум отправка на курсы, допустим, в период, когда воинская часть находится на переформировании или на перегруппировке. То есть, либо на отдыхе, выведенной с линии боевого соприкосновения. Но вот три основных столпа, на которых держится офицерский корпус вооруженных сил Украины. Олег Владимирович, если РСЗО может минировать города с помощью лепестков, то что мешает Украине с помощью РСЗО или беспилотников доставить несколько сотен или тысяч автоматов в Белгород, чтобы люди боролись за свободу? Так в свое время делали союзники для борьбы с Гитлером. Благодарю за ответ. Ну, немножко утопический вопрос, но все равно решил пояснить. Во-первых, союзники сбрасывались с самолетов, и в этом случае используется либо парашютная система, либо тюки оборачиваются мягкими материалами и сбрасываются на минимальной высоте с минимальной скоростью. Тогда есть шанс, что это все долетит и останется целым. Но в основном использовались парашюты для сброса любых видов груза. Вы же говорите, что это технически невозможно. Почему? Потому что кассетный боеприпас, он снаряжается на заводе, и для этого используется определенная технология его снаряжения. Как вы... Во-первых, там нельзя нарушать центровку снаряда. Снаряд вращается вокруг своей оси. Если будет нарушена центровка, он уйдет в разнос и никуда не полетит. Начнется рыскание по тангажу и курсу, и все. И снаряд просто разнесет. Раз. Второе. Второе. Надо же технологически как-то туда это все зарядить. Ну и третье. Падение с высоты в землю. То что у этих автоматов останется? Нет. Никто никогда реактивные снаряды не использовал для доставки. Реактивные снаряды несут кассетный заряд в виде противопехотных мин, в виде противотанковых мин, либо в виде субэлементов осколочно-фугасного, зажигательного действия. Вот такая начинка может быть у снаряда. Так что нет. Это не решаемая проблема. С помощью реактивной артиллерии. Добрый день. Добрый. Такой вопрос. Если нам планируют передать самолет F-16 только через 3-4 месяца, то будет ли это негативно влиять на силу контрнаступления вооруженных сил Украины на... Справимся ли мы, имея только МИГи, переданные нам Польшей? Ну и Словакии тоже передавались МИГи, и другими странами Сушки передавались, Су-25. Смотрите, да, думаю, что мы справимся в этом контрнаступлении, мы точно справимся без F-16. Почему? Потому что я думаю, что изначально планировалось это контрнаступление без учета применения самолетов типа F-16. Только основываясь на том самолетном парке, который есть на сегодняшний день в Украине. Так что не надо сильно расстраиваться. Я думаю, что все там просчитано, все учтено, и это над контрнаступлением мы сможем провести с минимальным применением авиации. Отдельный вопрос. Почему так легко дали зайти нашим подразделениям вглубь Белгородской области? Для кого картинку готовили русские? Идеально совпало с приездом спецпредставителя Китайской Народной Республики. А это же не наше подразделение. Вы же глубоко ошибаетесь. Это россияне. Там нет граждан Украины. Там все граждане Российской Федерации. И это там четко было сказано. Мы наблюдаем. Мы не вмешиваемся в это. Это внутренние дела Российской Федерации. Это гражданское противостояние в обществе. Там исключительно Легион Свобода России и Российский Добровольческий Корпус. Так что неважно. Вот теперь пусть они китайскому представителю, россияне, и объясняют, почему у них появились первые отголоски гражданской войны. Так что Украина здесь ни при чем. Наших подразделений там нет. Мы ни в какой картинке не участвовали. И не участвуем. Добрый день. Вопрос на Инны, но мне интересно узнать ваше мнение. Исходя из вашего опыта, пули, выпущенные с зенитной установки по шахедам, не попавшие в цель, могут нанести телесный урон людям при падении. Слава Украине! Да, конечно. Пуля, падающая с большой высоты, может нанести человеку телесный урон. Вплоть до летального исхода. Но вероятность попадания этой пули в человека, ну, наверное, составит одну миллионную, может быть, даже и больше. Это первый момент. А второй момент, именно поэтому, именно поэтому постоянно говорят, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Сидите до отбоя, сидите в убежищах. Нет убежища, прячьтесь, используйте правило двух стен. Нет двух стен, что-то наподобие окопа, какой-то ров. Там прячьтесь, не высовывайтесь. Вот главный принцип, не высовывайтесь. Тогда никакая пуля, никакой осколок в вас не попадет. А если пуля или осколок, то даже простая стена защитит вас от телесных повреждений, если она, не дай бог, все-таки захочет в вас попасть. Почему говорю захочет? Немного утрирую, потому что, еще раз повторю, вероятность такого попадания крайне низка. Крайне. Скажите, пожалуйста, Легион Свобода России и Российский Добровольческий Корпус, какие у них шансы могут быть? Ведь все обречено на провал, ввиду их малочисленности. Такое ощущение, что они смертники. Да, в какой-то степени да, я с вами согласен, что они смертники. И да, вполне возможно, что Российская Федерация сейчас перекинет войска, и они будут либо уничтожены, либо в худшем случае, в лучшем случае, выдавлены на нашу территорию, выбиты с территории Российской Федерации. Но, знаете, как говорят, что тут же больше, я же говорю, что тут больше политики, больше идеологии. Эти люди готовы к самопожертвованию в плане того, чтобы раскачать ситуацию, чтобы разбудить российское общество, чтобы дать понять, что кроме путинской России может существовать и другая Россия, демократическая Россия, со свободами, с гражданскими правами и со всем-совсем другим. Я думаю, что они сознательно идут на этот риск, понимая, что они могут быть уничтожены. Понимая, что они не выстоят против российской военной машины. Но сам факт их появления, это огромная политическая победа. Именно так. Почему революционеры идут на пробу поднять революцию? И если они терпят провал, они знают, что они будут казнены или убиты, если они потерпят поражение. То есть люди идут ва-банк ради идеи, ради идеологии, ради свободы общества, ради светлого будущего и каких-то светлых перспектив в будущем. Они вот в этой загнивающей России. Поэтому, да, они в какой-то мере смертники, но они в какой-то мере и патриоты своей страны, точнее в большей мере они патриоты своей страны, люди пассионарные настроенные, готовые к самопожертвованию, ради будущего своих детей и внуков. Пытание. Як ведь следковать загрозу от ТРК и скильки часу до можливого прилета ракеты? Смотрите, угрозу применения, точнее угрозу применения оперативно-тактических ракетных комплексов мы не отслеживаем, мы можем только констатировать. Дело в том, что с появлением у нас, я объяснял уже, с таких комплексов как Патриот мы получили доступ к космической спутниковой разведке. И, соответственно, она может засекать пуски баллистических ракет. Вот отсюда мы знаем. Мы знаем, допустим, что у них позиционные районы находятся примерно в одном месте, они выезжают и делают пуски. Потому что ракетчикам надо, как и артиллеристам, посчитать данные для пуска ракет. Там немножко расчеты посложнее, побольше, чем в артиллерии, но смысл тот же самый. Поправки все надо учесть для пуска ракет. И поэтому они стартовые позиции занимают примерно в одном и том же месте, откуда они уже знают, координаты которого хорошо известны. Так вот, если агентурная разведка или глубинная наша разведка может засечь выдвижение на стартовые позиции, да, тогда у нас есть еще дополнительная фора по времени. А так, мы всегда по баллистическим ракетам, мы констатируем факт пуска. И вот с момента пуска этой ракеты у нас есть небольшой промежуток времени для реакции наших систем противоракетной обороны. Ну, например, если мы говорим про ОТРК «Искандер», то на 500 километров ракета летит меньше 10 минут. Где-то там 7-8 минут у нее до время полета. Если она засечена в момент пуска, то есть шанс, что Патриот ее перехватит. Что мы и наблюдали. Если же ее засекли на траектории, то система ее видит, система может просчитать, куда она летит, но противоракету выпустить уже не успевает. Поэтому только время засекания, время пуска. Или, в лучшем случае, если работает агентура, еще раз повторюсь, которая отслеживает движение ракетных комплексов на позиции. При этом они могут нам передать, допустим, координаты стартовых позиций. Тогда мы ждем уже в готовности этих пусков. Следующий вопрос. Пуски ракет авиации с территории России отбываются только с конкретных зон пуски. Чего они их может пустить из будь-якой точки Российской Федерации? Они могут пустить с любой точки Российской Федерации ракеты воздушного базирования. Вот то, что вы спрашиваете. Ракеты воздушного базирования могут быть запущены с любой точки Российской Федерации. Главное, чтобы хватило дальности ракеты. Вот, допустим, если Х-22 летит на 2000 километров, вот 1000 километров глубина территории Украины, значит, еще примерно 1800-1000 километров вот с такой дистанции, с глубины России, может быть пущена ракета Х-22 по нашей территории. Чуть меньше будет Х-101, она 1500. Ее можно пустить. Но ее можно пустить с любой точки, вот на этой дистанции. Но, ввиду того, что ракеты старые, очень старые, 101-е, там очень мало новых, которые они сейчас производят, но, видимо, качество их производства очень низкое. Х-555 тоже, это модернизированная советская Х-55 ракета. Вот, она тоже старая, плюс, ну, модернизация, насколько ее там обновили. Х-22 вообще, 70-х, там, 80-х годов. Вот, так вот, ввиду того, что ракеты очень старые, они падают. И очень много не, так называемых, не запусков ракет. То есть, когда ее сбрасывает самолет, через какое-то время должен включиться маршевый двигатель, она должна включиться, включается ее бортовая аппаратура, запускается двигатель, и она полетела. Так вот, очень много ракет падают. Просто падают, как бревно. Они не запускаются, из-за того, что они старые, из-за того, что были где-то нарушены технологии их хранения, или превышен срок их хранения. Особенно по Х-22 ракетам, там сроки хранения уже давно все превышены. Вот. И поэтому Российская Федерация сделала несколько районов пуска в ракет. И это облегчает нам задачу, в том плане, что мы видим сразу же, как только они взлетели, нам говорят, что они идут в районы пуска. Они выходят в эти районы, мы знаем, где они находятся, ну вот, все ракеты с Ту-195, Ту-160, они пускают с Каспия, чтобы они не падали на голову россиян. Потому что Путин потом, мультик не покажет про сверхоружие, когда его россияне спросят, что, а почему же нам на голову падают наши суперракеты, которых аналогов нет в мире. Вот. Вот потому и падает, что аналогов в мире нету. Таким ракетам, таких ракет с таким качеством. Вот. И то же самое они делают для Ту-22М3. Раньше использовалась акватория Черного моря, сейчас Ту-22 заходит иногда в акваторию Черного моря, делает пуски. А Ту-95, Ту-160 с Каспия, ну еще Ту-22 могут пускать с северных районов Российской Федерации, Курская или Брянская область. Но при этом они стараются максимально прижаться к нашему воздушному пространству, к нашей воздушной границе, для того, чтобы обезопасить население России от падения, несанкционированного падения этих ракет. Вот такая вот фигня. Объясните, пожалуйста, видела видео в Ютьюбе, как боец стреляет с миномета. Перед ним на земле в ряд лежат 20 или больше снарядов. Он их заряжает в ствол, и так подряд все снаряды. И как я понимаю, они все ложатся в одну точку. А не лучше бы было хоть немного поворачивать треногу, чтобы получить небольшое, большее покрытие? Наоборот, наоборот, законы баллистики и законы законы баллистики говорят нам о том и показывают практически, что существует так называемый эллипс рассеивания снарядов при стрельбе из миномета или орудия. И для того, чтобы его уменьшить, чтобы снаряды и мины не разлетались куда попало, ну, на большей площади, чем больше они будут разлетаться в стороны, вправо-влево, тем меньше эффективность от плотности огня. Понимаете? Тогда между разрывами появятся мертвые зоны, в которых враг будет чувствовать себя нормально и осколки не будет до него доставать. Надо для того, чтобы эффективно поражать цель, надо создать определенную плотность разрывов на местности. Вот. Так вот, законы баллистики во время стрельбы говорят о том, что снаряды разбрасываются. И они на земле образуют такой своеобразный эллипс. Если мы отметим все воронки относительно точки прицеливания. Они все кто-то ближе, кто-то дальше, кто-то правее, кто-то левее точки прицеливания. Так вот, чтобы уменьшить этот эллипс и обеспечить большую кучность разрывов, в артиллерии положено после каждого выстрела восстанавливать наводку орудия. Как по направлению, так и по углу возвышения ствола. То есть, наводчик обязан после каждого выстрела проверить, чтобы все пузырьки уровней были на середине и панорама не сошла с точки наводки. А вы говорите поворачивать двуногу. Тогда вообще будет разлет и эффективность огня будет минимальная. Миномет чем универсален, что достаточно его навести в цель. Одна мина для пристрелки, чтобы определить, туда ли она ложится или нет. И потом просто ставится положение, есть такое положение в миномете на жало, когда боек выдвигается и фиксируется. И когда вы мину опускаете в ствол, мина доезжает до вот этого жала, до бойка, накалывается на него капсулем и автоматически происходит выстрел. Не надо дергать за шнурок, миномет со шнура только стреляется. Или вот такое. Ставят положение жало, готовят допустим 10, 15 или 20 мин, как вот вы видели. Первая пристрелочная, ага, вот здесь ввели корректуры, примерно по центру цели, а дальше кидает одна за одной. За счет угла бросания, за счет температуры ствола, которая увеличивается с каждым градусом, что влияет на температуру горения пороха. И соответственно дальность меняется, больше или меньше. За счет расширения ствола обтюрация газов, то есть мина может лететь ближе. вот эти вот все совокупность факторов дает разброс этих мин вокруг точки прицеливания. И не меняя установки на одном прицеле снаряд два раза в одну воронку не попадает. Это закон. Это аксиома. Так что вот именно за счет этого. Поэтому не надо ничего двигать. Наоборот надо стараться, чтобы наводка орудия или миномета не сбилась. Ну что на этом мы с вами вторую часть нашего видеообзора закончим. И у нас остается третья часть. Это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И первым комментарием сегодняшнего дня будет следующий. Обучить техников обслуживать самолеты F-16 даже с нуля не является большой проблемой. На примере израильской армии дети-срочники, которым по 18 лет обучаются базам за пару месяцев. Конечно, нужно учитывать, что есть опытные офицеры, которые не дают делать глупости. Но в целом, если механизм эффективно наладить и набрать не детей срочников, а мотивированных военных, то большей части ошибок из-за детского раздолбайства можно избежать, тем самым сократив период обучения. Кстати, в ВВС Израиля на иврите, так называемом Хель-Авир, большая часть техников девушки. Часто, особенно в периоды обострения в Газе, работают на износ, ничем не уступая молодым парням. Обычно считается, что вся слава достается пилотам, но не все знают, что за любой успешно выполненной задачи стоит титанический труд тех самых техников, которые поддерживают самолет в боевой готовности 24 часа в сутки. Предлагаю отдать должное тем бойцам, техникам, которые делают невидимую, но невероятно важную работу. Ну вот, кстати, очень правильно, по поводу техников достаточно, я думаю, тех персонала и пройти до подготовки это действительно не проблема. На думку богатех людей, справедливо Путина давно уже немало, его двойники выполняют роль президента и являются марионетками, тому и ховают отбитки пальцев и дерьмо, чтобы не было выкрития. Ну, трудно сказать, да, есть такая версия, что вот, когда Людмила Путина развелась с Путиным, то есть жена его от него ушла, вот говорят, что тогда перед этим ликвидировали настоящего Путина. И она развелась именно из-за того, что отказалась жить с двойником. Ну, это легенда. Насколько она права, не знаю. В любом случае есть какой-то один основной, я так понимаю, человек, которого называют Путин, а решение принимает, наверное, скорее всего коллективный. И пару эрзацев, как говорят немцы, заменителей на случай, если надо подсобить. Что мы с вами и периодически и наблюдаем на сегодняшний день. Эрзацы, Эрзацы Путина. Бог дал Украине крылья, а России пенделя. Обе в полете, но ощущения и перспективы разные. Великий стратег дедушка Путлер опять переиграл всех. НАТО под Ленинградом, ДРГ в Белгороде. Единогласно. Как же приятно звучит это слово. Рад старту или появлению множественного числа народных республик на территории Мордора. Так держать. Молодцы ребята. Думающие и умные люди никогда не дадут в обиду свою страну и будут бороться с расшизмом, если нужно вечно. Вечно не надо, надо стараться победить. По поводу самолетов писали, что еще в мае и июне прошлого года начали обучение наших пилотов на F-16 и A-10. Потом эта информация пропала совсем до начала 23-го года. Поэтому нельзя исключать, что у нас будут не только истребители, а и бородавочники. Вполне возможно. Здравствуйте. А почему рукожимы Путина не требуют, чтобы им при встрече с ним предоставляли доказательства того, что перед ними не двойник. Они себя не считают униженными, если боятся, то ведут себя как рабы или его собственность, или им нравится общаться с шутами. Спасибо за информацию. А дело в том, что там, где там, где есть уважение и чувство собственного достоинства, там идет лично Путин. Конечно же. Но Сидзепин приезжал, сто процентов был Путин настоящий, никакого двойника. А когда приезжали лидеры азиатских республик и Пашинян с ними, там сто процентов мог быть двойник. Потому что никто из них не откроет рот. Сказали молчать, значит молчать. Сказали обниматься, иначе будут обниматься. Тут же зависит все от суверенности государства и статусности того политика, который приезжает навстречу к Путину. Поэтому их никто не спрашивает. Унижаются они или не унижаются? Им сказали, они делают. Третий раз вам пишу. Но вы читаете комментарии и путаете людей. В ЕППО не надо наводить камеру на пеленгуемый объект, а надо телефон, находящийся в горизонтальном положении, направить в сторону объекта и нажать кнопку. Для засечки важен угол направления, который наиболее точно определяется, когда телефон находится в горизонтальном положении. Если вы наводите на объект камеру, телефон находится в вертикальном положении. и значение угла направления на объект будет непредсказуемым. Ну, я не пользовался ППО, спасибо вам за комментарий и подсказку. Я этой программой никогда не пользовался, поэтому вполне понятно, что мог ошибиться. Знаю, что там надо навести на объект и нажать действительно кнопку. А вот нюансы камеру или этот спасибо за подсказку. Как бы не жестоко это прозвучало, но Хиросима и Нагасаки это историческое воплощение мысли Карла фон Клаузовица о применении максимальной силы для сокращения конфликта и уменьшения количества жертв. Да, жители, естественно, жалко и мирные люди не заслужили на такую участь, но Хирохита не хотел останавливать войну, которую сам и начал и по-другому в результате уничтожил бы больше народа. Знаю, история не имеет слагательного наклонения, но думаю, все понимают, что это правда. Да, Япония воевала бы до победного. Правда, кто сие витер пожне бурю, а в Библии пыше, кто пришел с мячем вид мяча и загинны. Чего вы лезете к украинцам? Пусть живут по своим законам. В Крым украинские ездили и цены были ниже, чем сейчас. Говорят заоблачные. Как в Москве. Сериалы в Украине снимали много, много, много. Вопрос почему? Потому что в Украине города, села цивильнее. Мать, кино, это жесть. Война как будто и не кончалась. Велика вам подяка. Сподеваюсь хлопцы из России, які воюють за свободу Белгородської Народной Республики, залишатся живыми. Дякую им за відвагу. Недорогие россияне с большим изумлением обнаружили, что в игру зеленые человечки можно играть вдвоем. Шикарный комментарий. Вот знаю, из Бахмута подразделения куда отправляют на Купенск и Лиман. Думаю, что надо в Абдеевку отправлять подкрепление и Маринку. Маринку обходят по флангам, как мы в Бахмуте. В Абдеевке хотят сделать Бахмут 2.0. Но в Абдеевке они пытаются сделать Бахмут 2.0, там мы держим оборону и довольно хорошо их трепим по щекам. Следующий комментарий. Как в Иване Васильевиче? Белгород? Да пусть забирает себе на здоровье. Я-то думал, Господи, государство не обеднеет, царь знает, что делает. Ну, может быть и так. Выдайте мужикам белгородским оружием, увидите, куда они его повернут. Пуся знает, поэтому не выдает. На встрече ЖС-7 журналист спрашивает Байдена, как вы ответили на заявление МИД России о том, что поставка Украине истребителей Ф-16 представляет собой колоссальный риск? На что Байден ответил, для них да. Молдова рядом и географически и душой с Украиной, перемога неизбежна, слава Украине. Вот такой вот. Да, действительно, это Байден вопрос, что для России представляет. Он говорит, да, для России представляет. У меня сегодня ночью чуть-чуть инфаркт не случился. Спасибо нашим ПВО, что смогли многое сбить. Видела, как сбивали этих кадов. Мы по ночам наблюдаем тут фейерверки. Вкусная вишенка на торте. Хотелось бы, чтобы все последующие вишенки были посочнее, пожирнее и послаще. Слава Украине, героям слава, привит из Австралии. Ну что ж, вот на таком оптимистическом комментарии мы закончим сегодняшний видеообзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда, напоминаю, кто не подписан на мой канал, пожалуйста, подпишитесь. Поставьте, кто смотрит это видео, поставьте лайк ему, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Огромное спасибо спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжим верить в Збройные Сили Украины. Перемога. Наша слава Украине.